Итак, друзья, только сегодня, 14 сентября, вышел патч для Киберпанка, называется патч 1.31, до этого был 1.3 патч, и, как видите, 14 сентября, по сути, вот только что. Обратите внимание, что с указанными ниже ошибками сталкивались не все игроки. Ну, короче, дальше. Игровой процесс. Исправленная ошибка, из-за которой базовые вариации предметов для зданий не пропадали из снаряжения после улучшения. Исправленная ошибка, из-за которой способности, связанные со скоростью перезарядки, замедляли ее. Скорректирована высота усиленного прыжка, скорость обнаружения крадущегося игрока скорректирована в зависимости от уровня сложности игры. Теперь V с открытой способностью скала корректно выходит из анимации падения, когда попадает в аварию на мотоцикле. Задание открытый мир. Короче, друзья, тут неисправленная ошибка, из-за которой Джуди не была в фургоне на Чпок-стрит. Ухабистая дорога. Исправленная ошибка, из-за которой Тартон, Галена и так далее не появлялся в определенной области. Вот. Кровь и кость. Ну, короче, здесь у нас исправление именно в сюжетной линии, да, а вот дальше график. Я думаю, графика будет интересна многим. Исправленная ошибка, из-за которой дороги после дождя не выглядели мокрыми, что было вызвано работой над системой влажной поверхности. В версии 1.31 влажные поверхности будут выглядеть еще более детализировано, чем до возникновения ошибки. Убранные волосы или брови, которые были отключены в более ранних версиях игры. Исправленная ошибка, из-за которой выстрел из электромагнитного оружия сопровождался ослепляющей вспышкой. Исправленная ошибка, из-за которой в ходе задания «Не звоните Солу» Кэрол держала невидимый планшет или сидела в воздухе во время видеозаставки. Интерфейс. Восстановленные отсутствующие описания скриптов «Перегрев» и «Короткое замыкание». Восстановленные отсутствующие описания модификации одежды «Поход». Разная исправлена ошибка, из-за которой при попытке получить внутриигровые награды за регистрацию игроки получали сообщение «Произошла сетевая ошибка. Зайдите чуть позже». Ну и изменения для консолей. PlayStation оптимизирован алгоритм использования памяти графического процессора. Друзья, вот собственно и все. Ссылка на список всех нововведений патча будет в описании. Ну а вам я говорю, всего доброго. Всем пока. До свидания.